В Москве закрывают еще один серос по русскому языку. Он проходил в РОДН. Какой была Олимпиада, узнаем из первых уст. Слово участникам. Однажды в восьмом классе я пошла первый раз на муниципальный этап этой Олимпиады. Я поняла, что это самый интересный из тех конкурсов, в которых я участвовала. И поняла, что я хочу этим заниматься. Поэтому в девятом классе я уже дошла до всероссийского этапа. Но, к сожалению, ничего там не заняла. При этом мне было достаточно обидно, но у меня были друзья, которые победили. И это то, что позволило мне идти дальше, несмотря на это поражение, по сути. На самом деле я хочу поступить в архитектурный вуз. То есть это совсем не связано с русским языком. Этим занимаюсь просто потому, что это мое хобби уже практически. Я готовилась сама, потому что у нас в городе не организовано специальных курсов для олимпиадников. Я читала литературу, в том числе написанную членами жюри, которых я очень люблю и уважаю. И мне это помогло в заданиях. Мой совет — это верить в себя и не быть уверенным в том, что если ты из маленького города или города, который находится далеко от Москвы, то у тебя нет шанса. На самом деле все возможно. И главное — верить в себя и стараться. Школьными олимпиадами я занимаюсь с девятого класса. Это звучит немножко смешно, но в девятом классе я впервые сочинил задачу для олимпиады по лингвистике московской традиционной, которая потом была задана в следующем году одиннадцатиклассникам, когда я сам был в десятом классе. И вот с тех пор я этим занимаюсь уже прошло 15 с небольшим лет. Мне очень понравилась эта олимпиада. Действительно, очень-очень замечательно все было организовано в Университете Дружбы Народов. И, ну, конечно, главное удовольствие получаешь от общения с участниками, как всегда. Но это общение и на показе, и во время всяких мероприятий вокруг. Все это мне ужасно понравилось. Ну, другое дело, конечно, что я не получил новых туристических впечатлений, потому что не пришлось выезжать за пределы Москвы. Но, по-своему, это тоже интересный опыт. Так что этот сервис один из самых замечательных, на которых мне доводилось бывать. Самое главное — это внимательно следить за языком вокруг себя. Даже не читать какие-то научные книги. Не то, чтобы я сейчас стал рекомендовать список литературы. А главное — быть внимательным, заинтересованным, слушать, что говорят люди, подмечать какие-то интересные особенности, думать о том, почему мы говорим так или иначе. Расскажи, пожалуйста, как в твоей жизни появился русский язык? Ну, сам русский язык появился у меня в жизни, когда я начала на нем говорить. Олимпиада по русскому языку. Но она более-менее появилась, когда в 10-м классе я стала ходить в ЦПМ и решила, что мне это нравится, что я хочу этим заниматься. Уступить в Ишку на покупку в инвентальной компьютерной лингвистике и учиться там. А иностранные языки такие изучаешь? Изучаю английский, немецкий и недавно началась изучать иконский. Почему иконский? Просто он очень интересный. Он совсем не похож на все индивидуапевские языки. Мне хотелось бы посмотреть, в принципе, как он работает. Какой бы ты совет могла дать тем, кому он еще только пристанет все раз? Есть ли важный вопрос? Ну, совет... Ну, не знаю, с одной стороны сосредоточиться, с другой стороны не подходить к этому как к чему-то судьбоносному. С третьей стороны как-то не забывать, что это, в принципе, вещь как-то основанная на школьной программе. И уходить в какие-то безумно сложные дебри тоже не стоит. Очень понравился. Конечно, было достаточно, мне кажется, тяжелее. Но задания были интереснее. В общем, проведение было замечательно. Водили в Москве. Прикольно было. Почему тяжелее? Ну, тяжелее, потому что, возможно, задания были больше на креативность, на исследовательность, вот, а не просто на выполнение каких-то заданных функций, вот. Хотелось бы как-то сюда еще вернуться. Именно в РУД или на все раз по-русски? И туда, и сюда. Почему ты пришел на все раз спустя год? Той момент олимпиады не отпускает или ты кого-то конкретно пришел? Нет, олимпиады тоже не отпускает. Хочется снова себя почувствовать как бы олимпиадником. Ну, понятное дело, что уже в университете не получается. Ну, а также поддержать своих вот друзей, которые пришли тоже на олимпиаду. И в этом году некоторые получили дипломы, когда в прошлом году не получалось. Субтитры создавал DimaTorzok